Сегодня подвели итоги грантового конкурса молодежных инициатив. Федеральные эксперты совместно с Комитетом по делам молодежи Ингушетии вручали сертификаты с денежными средствами на реализацию идей победителей. Конкурс Росмолодежи проходил с 31 мая по 2 июня. Образовательные программы, консультации, защита проектов. Из 48 участников одобрение экспертов получили 23 человека. Теперь победителям проекты надо реализовать. После подписания соглашения каждый участник приступит к осуществлению работ по плану согласно указанным календарным дням в отчете. Стоит отметить, что из 9 номинаций большинство наших участников традиционно выбрали три направления – спорт, туризм, экология. Единственное, к чему бы хотелось призвать, это чтобы больше подавали проекты в какой-то направленности научной, что-то связанное с образованием. У нас в этом году тоже были такие проекты, какие-то прошли, какие-то нет. Но есть хорошие проекты по образованию, есть проекты по профориентации, есть проекты по информационным технологиям. То есть больше нужно идти уже в эти области, потому что это такая область, в которой не так много бывает проектов. Соответственно, если ты подашь хороший проект с хорошей идеей, есть большая вероятность того, что это будет одобрено. То есть нужно занимать эти ниши, пока они еще более-менее свободны. И вот здесь бы я хотел призвать, чтобы молодежь, она больше шла не по этим уже протоптанным дорожкам, а вот сами себе протаптывали, делали уже новые какие-то пути, потому что там меньше конкуренции. Мы впервые сейчас пробуем такой формат, когда мы в каждой из семи субъектов Северо-Копадского федерального округа приезжаем с грантами, отрабатываем средства с участниками. Проделана очень большая работа комитетом, за что ему отдельная благодарность. В течение нескольких недель до конкурса все проходило, обучение, консультации экспертов. Потом на самом конкурсе, который проходил 4 дня, были консультации, была образовательная программа отдельная для участников, и были вчера вот защита публичных проектов. Что нужно от себя отметить, что очень радует появление новых лиц в грантовом конкурсе, потому что до этого проходил грантовый конкурс Росмолодежи, традиционно в рамках форума МАШУК, всем известного. Теперь мы приехали в регионы, мы увидели действительно новые лица, очень много новых победителей, которых до этого еще не было, новые проекты, новые идеи. За это большое спасибо всем участникам. Порадовалось, что участники прислушались ко всем рекомендациям, которые получат на время консультаций от экспертов. Коллеги-профессионалы, как внутри субъекта, как с других регионов приехали, все рассказали, как могли помогли, и те ребята, которые реально прислушались, получили заветный грант. Спасибо им большое, я думаю, что мы еще обязательно увидимся.